Макияж Знаете ли вы, что в разных странах популярны различные стили макияжа? Сегодня вместе с корейской бьюти-криэйтором и студенткой из Казахстана мы рассмотрим, чем же отличается макияж в России и в Корее. Здравствуйте, меня зовут Мадина, мне 24 года, я из Казахстана. На данный момент я учусь в Корее на магистратуре в Сеульском национальном университете. Всем здравствуйте, меня зовут Кьянга, я кореянка, которая говорит по-русски, я веду ютуб канал на русском языке, мои контенты такие бьюти, культура, айдол, кей-поп и так далее. Очень приятно познакомимся. Мне кажется, что есть разница между корейским макияжем и русским макияжем. Как вы думаете, какая разница в нем? Я думаю, что русский макияж выглядит более ярко, а корейский макияж более естественный, потому что... Да, когда я была в России в салоне, русский вообще скрасил меня, и когда я в зеркало посмотрел, у меня кривые брови, и все, почему румяна поднимается, и скули тоже поднимается, айрэйтер тоже поднимается. Да, ну мне это понравилось. Ну, когда я делаю корейский макияж, друзья говорят, что ты как естественно выглядишь. А когда я делаю русский макияж, мои подружки говорят, что ты сегодня сексуально выглядишь. Вот такое мнение. Младина, скажите, пожалуйста, корейские уходовые косметики популярны в России, да? Уже девушки начали узнавать об этом больше, что есть несколько этапов, и на самом деле сейчас в России и других странах СНГ очень популярна корейская уходовая косметика. Да, сейчас все обращают внимание на качество корейской косметики, что она включает много природных ингредиентов. Да, из природы, да. Да, и поэтому сейчас все пытаются пользоваться ей, стараются где-нибудь купить. Очень приятно. Макияж в обеих странах имеет свой особенный шарм. Какие же есть еще особенности? Вот я готова. Сегодня я буду красить Мадину на корейском стиле. Готова? Да, поехали. Поехали. Треугольный. Вот эта часть, еще подушка под глазами. Эгюсай называется, когда вы улыбнуетесь, делает, чтобы моложе выглядело. И еще теперь я буду делать контур. Мадина, скажите, пожалуйста, как вы в вашей стране делаете с корей? Обычно мы подчеркиваем отсюда и сюда вверх. Вот так. Немного параллельно здесь и здесь. В Корее предпочитаем овалное лицо, поэтому мы делаем контур. Смотрите. Вот так. Тогда лицо меньше выглядит. Стили макияжа двух стран обладают каждой своим прекрасным очарованием. Тогда почему же русские женщины так восхищаются кей-бьюти? Культура изготовления косметики из натурального сырья? Давно близка корейцам, хотя для иностранцев это может быть непривычным. Сохранились записи о том, что корейские женщины с давних времен использовали для ухода за волосами масло камелии, для украшения губ и щек цветки сафлора, а в качестве пудры измельченный в порошок рис. Такая культура макияжа сохранилась и по сей день, что позволило Корее, повысив эффективность и устойчивость натуральных компонентов, сегодня задавать тренды на экологически чистую натуральную косметику. Кей-бьюти – это самая корейская культура макияжа, сформировавшая еще одну новую корейскую волну, которую полюбили люди во всем мире. Надеемся, что благодаря кей-бьюти люди во всем мире, мечтающие о красивой и здоровой жизни, станут еще ближе друг к другу. Субтитры создавал DimaTorzok